Дмитрий Бродовиков Дмитрий Бродовиков Дмитрий Бродовиков Дмитрий Бродовиков Поэтому нуждаюсь. От того, что не просил и поймал такой улов, уразумел, что с ним сам Бог, который всегда дает нам то, что нужно к жизни. И столько, сколько нам нужно. Если во мне хватит совести и честности оглядеться вокруг себя, я могу посмотреть эти наполненные рыбой лодки своей жизни. Бог столько мне всего и всегда дает, даже с преизбытком. Но я всего этого очень часто не замечаю. Вернее, я замечаю только то, что хочу сам выхватить для себя. Я не всегда благодарю за это. Я всегда все списываю на обстоятельства, но никогда перед своими глазами или, во всяком случае, очень редко вижу его заботливую руку, его любовь. Мол, так случилось, так вышло. Да нет. Бог в моей лодке. Ничего бы не вышло. Даже в собственной моей жизни бы не вышло. Не жить мне, если бы не его взгляд в мои глаза. Не жить мне, если оказаться у него за спиной. Да и он всегда отыскивает меня. Спасаются лодки, спасаются будущие апостолы. Вытаскивают на берег громадный улов. Радуются. И теперь уже так свободно радуются. Свободно от обстоятельств. Потому что, если раньше все их возвращало к прежней жизни, в том числе и улов, то теперь они все там бросают. И идут за Христом Спасителем. Становятся его учениками. После слов Христа. Сделаю вас ловцами душ человеческих. Теперь все обстоятельства, которые случились с ними, становятся не поводом вернуться к обратной обычной жизни, а поменять ее. Поменять всю свою жизнь. Стать по-настоящему другими. Да вот и в моей жизни сколько раз было много таких обстоятельств. Сколько было таких чудесных уловов. Сколько раз было столько его милости ко мне. А сколько раз это меня поменяло? Что-то это поменяло в моей жизни. Не схватился ли я за эти обстоятельства, как будто бы голодное создание, думая, что теперь на долгие годы мне хватит этого пропитания. Не сделал ли я этот дар пользой для других? Дар жизни, дар слова, дар памяти, дар любви, дар дружбы, дар свободы, дар ума. Сколько Господь каждому из нас таких даров дал. Не сделались ли эти дары средством, чтобы во всем видя его промысел, поменять свою жизнь и послужить тому, кто есть причина всех обстоятельств. И, наконец-таки, их сделать совсем иным поводом быть человеком. Прощать, надеяться, верить, молиться, ждать, терпеть. Помогать другим. И прощать, и терпеть, и надеяться, и верить. И еще сегодня святитель Феофилак Болгарский замечает, я хотел бы тоже вспомнить его слово. Говорит он так, смотри, никого Господь не оставляет без награды. Петра попросил о малом, отплыви на лодке, побуду в ней. И сколько дал ему награды. И нас просит совсем о малом. Чуть-чуть потрудись, немножко, самую малость, без своей награды не останешься. Твоя жизнь будет полна рыб и больших, и малых. Никогда не оставлю твою жизнь пустой, если впустишь меня к себе и немножко со мной побудешь. Увидишь, она будет наполнена до краев жизнью, смыслом, любовью, надеждой. И ты всегда пристанешь к берегу, к вечной жизни. Это удивительная история, она продолжается каждый день. И сегодня Господь сидит на корме лодки моей жизни. И сегодня говорит мне, потрудись немного, потрудись немного. И сегодня мне, как и Петру, стоило бы ответить ему, по слову Твоему сделаю, хотя вся моя жизнь сплошные печальные обстоятельства. Всю ночь трудился, сколько бьюсь, ничего не выходит, но по слову Твоему сделаю. И увидишь, не лишишься радости, любви, давшего жизнь великого и святого Бога. Аминь. Очередной выпуск программы «Давайте жить здорово» в студии Свято-Лизаветинского монастыря посвящен необычной теме, а точнее, ее необычному раскрытию – земным поклонам. Земные поклоны – знак благоговения перед Богом и любви к Нему, но они помогают укрепиться и телесно. Это отмечает матушка Мария Литвинова, кандидат медицинских наук более 30 лет, посвятившая преподавательской и научной деятельности. О том, как правильно делать поклоны и насколько велика их польза – в новом выпуске программы. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами монахиня Мария. Один святой сказал, что земные поклоны – это не только духовная польза, но и польза для физического состояния, для здоровья. Я однажды пришла к батюшке на исповедь еще давно-давно, когда еще была так и не в монастыре, а так еще в миру жила, и все, и говорю, батюшка, вот знаете, меня смущает этот момент. Он говорит, какой? Ну, я говорю, знаете, делаю земные поклоны, а я ведь бывшая спортсменка, и мне кажется, что я вот не земные поклоны делаю, а физкультуру, что я вот укрепляю себя. А он так вот в нос и сказал, ну, что ты смущаешься? У Бога все полезно. И мне так стало легко и радостно, что да, действительно, понимаете, с одной стороны это духовная польза, а с другой стороны и физическая тоже. Так вот, в чем же духовная польза? Вы знаете, у меня был один студент в группе, которого не любила вся группа, не любила. За его гордость, самолюбие, он такой вот был, ну, он был знающий, он все знал, и когда я передаю свой предмет, он мой предмет хорошо знал, отвечал. Я как-то его в этом плане, конечно, уважала, любила, но я видела его недостатки. И когда уже окончили институт, он успешно закончил, работал, и он когда-то мне сказал, еще будучи в институте, матушка, а я вот тоже заходила в церковь, я в ужасе, я говорю, а что такое? Там люди стоят на коленях. Я говорю, а как же в этом ужасе? Ну, как это так? Мне было очень смешно, а потом, оказывается, он тоже стал ходить почаще, и вот уже будучи взрослым человеком, ну, не совсем, ну, по крайней мере, он уже работал, он встречает меня и говорит, матушка, поздравьте меня. Я говорю, с чем? Я встал на колени, я стал делать земные поклоны. Я говорю, как это у тебя произошло? Он говорит, а я понял, я понял, что надо преодолеть себя, что надо смириться? Перед чем? Перед кем? Он говорит, перед Богом, перед Его величием, перед тем, что Он Вседержитель. Я говорю, умница, это то, что надо. Какое же тут рабство? Вы что, мои дорогие? Конечно же, нет. Я очень порадовалась за моего студента, и с тех пор вот иногда рассказываю этот пример удивительный. А относительно того, почему это еще и польза физическая, сейчас скажу, приходит в церковь пожилая женщина. Она перед иконкой опускается на колени, но ей это трудно делать, потому что у нее ноги ослабли. Поэтому она одну ножку поджимает и становится таким образом, что она на коленочках сначала одно, потом поджимает вторую и делает земной поклон. Очень хорошо. А мне, вот, бывшие спортсменки, как-то стыдно так делать, потому что все же я более сильный человек, и я вижу, как наши монахини делают поклоны. Они обязательно двумя ногами, они опускаются, при том, достаточно долго опускаются. И только в последний момент она раз подставляет ручки, раз, и делает поклончик. Потом она немножечко отталкивается и поднимается. И здесь большое напряжение мышц. А ведь первое, что слабеет в организме, это крупные большие мышцы. Уже в возрасте 50 лет 50% силы крупных мышц исчезает. И поэтому вот эти земные поклоны, они будут что? Возвращать на молодость, возвращать силу мышц. И это очень важно. Поэтому, запомнили, на двух ножках дома тренируем, медленно опускаемся, потом постепенно выставляем ручки, раз, аккуратненько. Если не получается, ничего, получится. Через месяц, через два, через три. Но это уже не просто поклон и благодарность, но это еще и труд, и труд физический, который идет в сочетании с духовным трудом. И это очень здорово. А я еще все время наблюдаю, как делают поклоны батюшки наши. Они вообще без рук их делают. Вот это я не могу. Но я хотела бы так тоже. Когда они опускаются без рук, я чуть-чуть поддержусь, опустились, поклонились, и точно так же, немножко отталкиваясь, у меня это не получится, но они отталкиваются и без рук встают. И это очень красиво. И вот если такой батюшка делает по 100, по 200, по 300 поклонов, то какие же у него будут сильные ноги? Но это не только для ног, это и для сердца. Почему, мои дорогие? Потому что мышцы – это второе сердце. Сердце качает кровь, а мышцы помогают этому кровотоку. И это очень важно. Поэтому вот такое единение духовной работы и физической – очень ценно. Очень ценно. И я хочу, чтобы вы помнили об этом и делали по многу земных поклонов дома, в церкви. Не стесняйтесь, сидите долго за компьютером, встали и сделали 10 земных поклонов. Сразу совсем другое состояние, другое настроение. Вот, поэтому вам успехов, Божьей помощи и спасения. Спасибо Господи! Уважаемые зрители, на этом время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за внимание. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова